до прежнего всем времени суток мои дорогие я рада приветствовать вас на моем канале маму людмила и сегодня я решила вам показать видео как я придумала делать подрез в моем проекте нынка пуловер конечно же я сделаю потом видео по всему процессу но я решила это видео выделить отдельно я думаю что оно будет очень вам полезно и если так не забывайте ставить лайки конечно пишите комментарии вы же знаете что мне очень интересно ваше мнение и так магический подрез маму я подошла к отделению рукавов и подрезом я хочу показать вам невероятный способ набора подреза так вы еще не набирали это точно видите у меня сразу здесь набраны петли и в рукав и в корпус то есть мне не нужно потом не распускать никакую нитку ничего просто сразу набирают как я это вижу я подхожу к месту моего подреза я это делаю в том ряду где я меняю петли теперь я снимаю маркер он мне не ну пока вытащу вот эту спицу она мне не нужно и я взяла дополнительную спицу самого маленького размера который у меня есть больше мне здесь тоже не нужен и дополнительную леску на которую я снимаю петли теперь все просто абсолютно обыкновенным способом я снимаю сразу все петли те которые у меня предназначены на рукав то есть вы это тоже наверняка делаете по другому рукав мы отделить не можем вот я сняла все спицы я снимаю конечно же этот маркер он мне пока не нужен я вытаскиваю вот эту спицу я пока на ней не буду вязать потому что я сейчас сразу наберу петли подреза я вытаскиваю вот здесь эту и вытаскиваю вот здесь эту спицу она мне не нужно с этой стороны и я ставлю сюда заглушку естественно потому что я оставляю петли на заглушках одна сторона сделана теперь я ставлю леску я ставлю спицу простите я ставлю спицу на вторую сторону и у меня получаются вот здесь спицы идут параллельно то есть у меня вот это вот спица то которой я вижу это моя основная спица это моя основная спица и сейчас вот это уберу чтобы вам не мешать было хорошо видно и вот это моя дополнительная спица маленького размера и теперь я уберу сейчас вот эту дезинку и это моя дополнительная спица маленького размера что я теперь делаю смотрите видите откуда у меня выходит сейчас нитка вот она моя петля то есть я сейчас буду прибавлять петли 1 прибавила 1 2 прибавила 3 4 5 ничего не напоминает конечно метод judy 5 6 7 8 9 я добавила 9 а у меня помните а у меня помните 18 петель то есть я сразу ставлю маркер и боковых линий и набираю еще 9 петель 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 и вот это будет 9 с этой стороны то есть мне остается вытащить вот эту спицу пока я конечно там потом поставлю заглушку а здесь вот эти петли просто продолжать вязать по рисунку и так здесь у меня будет изнаночная лицевая то есть мне же все нужно с рисунка не сбиться вот она моя лицевая подтягиваем изнаночная лицевая изнаночная и дальше я конечно же вижу все обыкновенно теперь обратите внимание что у нас получилось у нас получилось что я сразу набрала петли и в корпус и в рукав конечно же я уберу вот эту спицу я уберу вот эту спицу она мне не нужна я поставлю заглушку таким образом у меня выделен рукав у меня набраны петли и в корпус и в рукав и я делаю для того чтобы у меня не растягивалась спица я делаю следующим образом не растягивалась вязание и делаю следующим образом я вот так вот закручиваю рогаликом таким леску и закрепляю ее булавочками вот так у меня рукава ждут своей очереди пока я сейчас 5-6 сантиметров провяжу и буду вязать но я здесь покажу вам как я вижу рукав так я просто храню леску я забуду корпусе чем дальше вязать я вам покажу что-то не сработала камера я уже начала вязать поэтому я не буду возвращаться смотрите я вписываю в рисунок то есть в основном полотне я дошла до подреза я дальше вяжу лицевая изнаночная лицевая изнаночная единственное что здесь нужно правильно сделать это вязать скрещенной петлей изнаночная дальше вот у меня лицевая опять изнаночная лицевая изнаночная очень удобный способ очень я даже не знаю как мне раньше не пришло в голову использовать набор джуди при наборе подреза очень удобно изнаночная лицевая изнаночная лицевая очень удобно действительно очень удобно лицевая изнаночная и вот я уже в основном полотне то есть лицевая изнаночная и дальше по рисунку очень удобный способ набора и вывязывания подреза и просто рекомендую я отвязала рукав видите вот здесь вот пять сантиметров и теперь я перехожу я провяжу рукава и только потом буду продолжать всегда так делаю для того чтобы хорошо садилась для того чтобы вязать рукав конечно же видите у меня уже здесь есть все лески все петли все единственное я поставила спицы сняла заглушки и сейчас буду вязать рукав смотрите как я сейчас буду это делать мне нужен будет маркер двоечка потому что я заперехожу на вязание по кругу то есть вот сюда в боковую линию я поставлю сразу маркер двоечка и начало ряда я буду делать в боковой линии вот смотрите как удобно что здесь все петли уже есть ничего не нужно никуда снимать никакие нитки ничего не нужно снимать то есть мне очень нравится вот этот способ которым я решила вязать вот отсюда я сейчас буду делать начало ряда сейчас я поставлю так чтобы вам было видно все и здесь теперь вот эти вот петли первые я сниму для того чтобы я сниму для того чтобы сразу вписать для того чтобы вписать рисунок у меня начало ряда будет в боковой линии то есть вот здесь у меня сейчас пойдет первая петля и это будет у меня мне нужно посмотреть какой у меня ряд смотрите видите у меня по рисунку 2 лицевые здесь то есть я сейчас в первом ряду там где я меняю меняю ряд меняю рисунок я ставлю в маркере сразу первый ряд и здесь мне нужно посчитать какую петлю мне нужно начинать вязать но я буду смотреть не по этому рисунку я больше чем уверена что оно тоже совпадет я буду смотреть от основного полотна и так в основном полотне вот здесь смотрите у меня изнаночная лицевая 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 то есть у меня сейчас моя первая петля лицевая и теперь чего проще правильно я беру нитку и вижу и вы помните что я здесь мои петли я вижу точно так же как я провязывала первый ряд здесь то есть я вижу их скрещенными вот моя лицевая петля я ее провязываю в данном случае скрещенная это петли подрезать лицевая изнаночная опять же скрещенная видите вот так отсюда лицевая изнаночная вот отсюда снизу я буду заходить вот так изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и вот смотрите это моя последняя петля моего подреза она у меня сейчас должна быть здесь изнаночная следующая лицевая и вот здесь для того чтобы не было дырочки я делаю следующее смотрите я вот отсюда я пока сняла эту петлю просто чтобы их потом вместе провязать вот отсюда видите вот такое перекрещение нити здесь что если я вот отсюда сейчас вытягиваю вот эту петлю то у меня закрывается вся дырочка видите у меня закрывается вся дырочка то есть я сейчас вот эту петлю и последнюю петлю моего подреза которая должна быть тоже скрещена и вот так я их сейчас провяжу вместе изнаночной вот видите совсем нет никакой дырочки все закрылась и дальше я уже вижу просто по рисунку вот видите таким образом смотрите я провязала мою вот эту часть подреза рукава теперь провяжу рукав по кругу здесь буду вязать точно также то есть подниму вот здесь вот одну петлю для того чтобы закрыть дырочку в подрезе и у меня все ложится изумительно сейчас дойду до второго края покажу вот смотрите видите вот эта дырочка моя так где мой подрез это мои петли основные изнаночная то есть следующая у меня должна быть лицевая и опять же вот она видите сейчас я вот это уберу не важно чтобы вы увидели эту петлю видите вот эта петля вот она то есть мы ее когда вот так вот подтягиваем вот она эти через нее проходят здесь практически все нити то есть я вот эту я же хочу ее связать скрещенной да я ее перекручу одену на нее ту которую я вытащила и провяжу их вместе вот так лицевой у меня получается видите абсолютно нет никакой дырочки и дальше я вижу по рисунку помним что я довязываю мой подрез скрещенными по рисунку я имею ввиду лицевая и изнаночная но петли самого подреза то есть те которые у меня быть изнаночная лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и теперь смотрите у меня здесь была лицевая вот здесь лицевая я начиналась лицевой то есть я лицевой закончить не могу мне нужна изнаночная значит я вот отсюда из нижнего ряда вытащу еще одну петлю провяжу ее вот так вот скрещенной и у меня получается что я вписалась в рисунок теперь я перехожу на второй ряд вот это у меня та нитка откуда я начинала вязать я ее сразу вплетаю в эту первую петлю тогда у меня тоже никаких дырочек не получается подтягиваю все она здесь получилось немножко длинненькая я ее оборву и я сейчас вот этот вот кончик я его просто здесь вяжу сразу в рисунок мне это ни коей мере не мешает тем более в этом полотне мне не нужно будет заправлять кончик и именно в этой модели вполне возможно такие неровности в полотне вот я все провязала и дальше дальше теперь буду вязать рукав по рисунку всего хорошего вам живите в кайф вяжите в кайф и не забывайте ставить лайки если видео было вам полезным